Доброе утро, дорогие друзья! Ну а мы к вам с интересными гостями и с небольшим музыкальным подарком. Сегодня у нас в студии группа японских барабанщиков. И представят их у нас сегодня Адулжан Бабаджанов, барабанщик. Доброе утро. Доброе утро. Эльмир Эсиналиева, доброе утро. И Пигзатаев, доброе утро. Ну и, конечно, менеджер группы — это Канакей Джорубекова. Доброе утро. Доброе утро. Я понимаю, что ты целенаправленно стала говорить название группы, чтобы не ошибиться. Я хочу вас попросить, чтобы вы прям, как положено, вот в японском стиле с нами и поздоровались, и назвали свою группу. Поздороваемся и название группы. Сей-но. Охайоняймасу. Ода-да-йко. Вау, так. Красиво звучит. Да. А что значит? Это с японского переводится как «барабаны великого эда». Эда — это старинное название города Токио, то есть «барабаны великого Токио» переводится у нас название. Такое вот красивое поэтичное название. Вы сами выбрали это? Не какое-то распространенное, да, вот в Японии? Есть аналогичные названия, как типа «великие барабаны», там, чего-то, либо какой-то местности, либо, может быть, связанные с каким-то историческим событием, да. Вот. Но вот очень такое характерное для именно таких вот групп, которые вот играют на японских барабанах. А как только ваша группа вообще сейчас работает, существует? Группа существует с 2004 года, она была именно организована при Кыргызско-японском центре, тогда еще волонтерами японцами, которые работали у нас здесь, в Кыргызстане. И вот уже в этом году нам исполняется 20 лет. Вау! А как давно каждый из вас участник группы? Ну, я с 2020 года участвую. Я также с 2020 года пришла. Вау, это интересно. А вот давайте немножечко вы присвятите нас, потому что, думаю, мы с Эльдаром не совсем понимаем, чем отличаются японские барабаны, традиционные, которые мы привыкли видеть. Вот японские барабаны, их на японском языке мы называем тайко, они в целом пришли вот с материка, где-то с Китая, но чуть-чуть видоизмененные уже тоже. Вот. В целом, как бы, как инструмент, они идентичны, но может быть какой-то подход именно в создании инструмента, он уже отличается. Здесь, например, идет цельный ствол дерева, это все полностью ручная работа и специальная кожа, то есть, чтобы даже кожу подготовить, то есть, уходит несколько месяцев, соответственно, цельный ствол дерева подбирается, то есть, один только инструмент готовится несколько месяцев, и это полностью ручная работа. нужно ли какое-то музыкальное образование то есть в данном случае вот на ударника да я знаю что в целом людей с хорошим чувством ритма намного меньше даже чем людей с хорошим чувством со слухом да с музыкальным вот такой вопрос у нас большинство участников без музыкального образования то есть мы обучаем игре на этих инструментов у нас каждый год есть набор и большинство нас участников без музыкального образования мы уже даем азы то есть это какие-то базовая техника ритмы и дальше уже по накатанной то есть можно абсолютно с нулевыми знаниями музыки подходить вот наверно в принципе хотелось бы барабанщиков спросить почему именно барабаны как вы к этому пришли потому что достаточно необычно как правило чаще мы видим гитаристов пианистов но более такие стандартные там музыкальные инструменты почему именно барабаны у вас ну я вообще с юности занимаюсь барабанами занимался на установках но потом как-то прошло время бытие жить ее и перестал этим заниматься но потом инстаграме увидел объявление что происходит набор мне это заинтересовало и как только пришло все я в эти барабаны уже совсем по-другому смотрели по всем по-другому влюбился потому что здесь это обычная установка это да ты играешь там тоже звук здесь совсем другое здесь именно она моща этот удар этот звук это она как бы тебя прям я не знаю превозносит что ли ты уходишь в это полностью тем более командой ты на установке один играешь как бы сам а здесь команда ты ты должен именно в команде играть и это должно звучать поэтому это очень круто миг за что тебя привлекло я сам увлекаюсь японской культурой впервые когда я увидел на концерте выступления я тут же любился тайку и как сказал адусом это команда игра игра у меня такая же история я как-то посетила японский фестиваль это было в саякате и с первого же удара я поняла что это моя любовь и я хочу попасть в эту группу попробовать себя в этом скажите вот это вот это уже зафиксировали состав группы либо есть например второй состав или есть еще чуть больше участников у нас участников больше около 20 человек у нас есть ребята которые уже более 10 лет тоже занимаются в группе и вот у нас есть более такой старички состав новички тоже есть преемственность мы передаем знания друг другу вот так тоже обучаемся и набираемся опыта какие то у вас есть выступления или возможно не планируется выступление у нас есть мы очень часто выступаем мы часто выступаем на фестивалях который проводит японский центр также на культурных мероприятиях который проводит посольство японии в кыргызской республике то есть нас можно там постоянно увидеть плюс мы проводим также свои сольные концерты в том числе вот поэтому приглашаем вас на наши фестивали праздники и вот 1 июня также состоится фестиваль японского центра вход свободный тоже приглашаем всех поучаствовать мы обязательно будем на частные мероприятия бы мы тоже приглашают на частные тоже бываем да если вот помимо основной деятельности если остается время мы тоже бываем на таких мероприятиях вот интересным когда-нибудь были в японии знакомы ли вы вот прям в живую с культурой японии пока пока нет да мы как бы ну как бы это в планах у нас имеется как бы более старый состав это было давно конечно группа съездила тогда вот нынешний состав пока еще не ездил но мы планируем хотим то есть группа например может выехать в японию вместе со своим концертом до изначально так ну да то есть старый состав выезжал вместе с каким-то номером но сейчас зачастую нас была такая тенденция что именно японские музыканты барабанщики приезжали к нам сюда вот и мы уже здесь делали коллаборацию потому что как бы в японии он скажем так рынок японии он уже насыщен там в каждом городе в каждый там в университете либо при школе либо при мэрии может быть своя какая-то группа японских барабанщиков то есть тайку это довольно распространенный инструмент который используется в японии на различных мероприятиях у них очень много уличных фестивалей и обязательно какая-то тайку группа группа барабанщиков что-то представляет поэтому на протяжении этих лет мы пока приглашали сюда нам приезжали несколько учителей японцев тоже с японии которые делились своим мастерством ребята перенимали какие-то знания вот ну и вот сейчас планах конечно хотелось бы мы рассматриваем как бы разные варианты тоже как бы чтобы группа сама съездила его очень как бы уже в японской культуре тоже оказалось а вот например если мы сельдаром вдруг захотели бы начать заниматься и играть на японских барабанах вообще если какое-то ограничение по возрасту или здесь вообще все возрасты покорно так сказать хороший вопрос но мы его очень часто задают мы каждый год делаем набор то есть для всех желающих но от 18 лет и старше вот если вам есть 18 полных лет пожалуйста приходите на наши курсы почему кстати такое ограничение именно от 18 дело в том что группа часто выезжает и у нас тренировки зачастую проходят вечернее время поэтому как бы мы ждем совершеннолетних чтобы не приходилось отпрашивать у родителей ну не совсем так но зачастую мы сразу же выезжаем поэтому нам как бы уже нужен готовый такой ученик который может вы поезжать и так далее у нас есть ученики которые вот дождались вот 18 лет и потом подошли мы их тоже потом где-то были долго ждала когда вы хотели со скольки лет в 12 лет ждала когда я к конец наступит 18 и вы так дома пока стрельба любили да я все еще о кистрюлях думаю вот такой вопрос я знаю что традиционные барабаны чаще всего для эффекта и шоу наливают воды так это все красиво очень эффектно получается вот используя используете ли вы во время игры тоже там воду какие-то возможно спецэффекты чтобы шоу казалось чуть более эффектный это знаете зависит от стиля игры группы у нас более такой традиционный подход и так как у нас более натуральная и кожа и деревом как бы она воду не преемствует поэтому мы не используем но у нас есть были эффекты со светом с дымом то есть такое мы тоже как бы применяем но плюс мы акцентируем внимание на самой игре и о игре участников поэтому мы иногда не используем такие спецэффекты чтобы показать красоту самой игры потому что когда играет весь ансамбль там от 10 более человек может быть чтобы как-то это не заглушать мы иногда так просто оставляем просто на самом деле я уже хочу поскорее увидеть услышать услышать и увидеть живу потому что я видела немного в интернете там в принципе это надо и видеть и слышать это очень такой эффектный момент поэтому я вас провожаю я хочу чтобы вы так как-то вы знаете все свои позиции да и сейчас наконец-то долгожданный момент ильдар вы готовы да я готов я вижу есть два больших барабана один немножечко поменьше вот интересно как каждый из них будет звучать так ребята уже почти готовы блин мне кажется должна быть такая сила в руках я думаю сейчас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА